Добрый день! Вы на канале OEMZAP. Меня зовут Константин. В наш автосервис поступил автомобиль Hyundai Solaris 2015 года. Проблема очень необычная. Постоянно работает звуковой сигнал. Перемещаемся в салон и я вам покажу в чем проблема у нас. Обращаю ваше внимание, у нас разные зазоры подушки безопасности. Слева больше, справа меньше зазор. Подушка у нас имеет люфт, что не хорошо. Мы снимаем подушку безопасности и смотрим на пластиковые втулки. У нас их за подушкой три штуки по краям и одна внизу. Одна пластиковая втулка, скорее всего, у нас сломалась и у нас коротнула масса. Таким образом у нас всегда работает звуковой сигнал, пока не вытащишь реле с блока предохранителей. Снимаем подушку безопасности и оцениваем. Для снятия подушки безопасности нам необходимо открутить два болтика на торакс. Находится он здесь и с противоположной стороны. Торакс у нас, но имеет номер Т-40. Откручиваем. Главное сорвать, а дальше мы просто крутим руками. Ту же самую процедуру повторяем слева. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видео обзор дефектовки ремонта вашего двигателя. Подушка у нас отключена. Переворачиваем подушку аккуратно. Мы видим фишку. Не забываем, что при данной операции нам следует отключить аккумулятор. Нам, чтобы отключить эту фишку, нужно поддеть оранжевую защелочку. Поддеваем наверх, тащим и все отключилось. Здесь у нас защелочка для проводки. Аккуратненько поддеваем. Снимаем подушку безопасности. Убираем ее на заднее сидение, чтобы не поцарапало сидение, обивку. Кладем не этой стороной, а именно где эмблема Hyundai на сидение. Таким образом мы предотвратим царапины на самой подушке. Мы видим перед собой три втулки. Находятся они раз-два-три. Втулочки вот мы видим черные вокруг болтиков. Верхняя нажимается хорошо, нижняя нажимается. Вторая верхняя нажимается. При первичном осмотре есть слом в пластиковой втулке. На камеру ее сейчас не будет видно, как она сломана. Наше действие. Демонтируем руль, ставим другой, подушку безопасности ставим и отпускаем счастливого, удовольного клиента. Кстати, еще одна из причин замены именно всего руля, а не только данного элемента. Либо одной втулки. Это некачественная кожа на Hyundai Solaris. Обратите внимание, это руль с функцией подогрева. В данном автомобиле управление происходило ладошкой. Крутили руль ладонью. Вот до какого состояния. Это еще владелец подкрашивал, чтобы не было так страшно. Дальнейшие наши действия. Откручиваем гайку с руля. Не откручиваем. Совет вам на будущее. При замене руля не откручиваем гайку до конца. Объясню. Руль у нас идет там на шлицах. Шлицы конусный. Руль там как словно запрессован. Чтобы его снять, нам потребуется немного физической силы. Приступим. Берем руль, упираемся ногами в пол и движениями на себя тащим руль. Вот он, выпрыгнул. Если вы гайку открутите до конца, есть вероятность, что руль отскочит и вы получите незабываемое ощущение. Открутили гайку. Снимаем аккуратно руль. Обратите внимание, при замене руля у нас должен руль стоять ровно и колеса ровно. Почему? Я вам сейчас объясню. На Hyundai Solaris есть защелочка беленькая на подрулевом шлейфе. Она не дает нам прокрутить шлейф ни налево, ни направо. Есть модификации, у которых язычка нету. И есть вариант, что вы не обратите внимания, как у вас лента провернется и вы потеряете ее центр. Найти центр несложно. До конца налево. Считаем общее количество оборотов до конца направо. Делим пополам, ставим середину. Все. Но для простоты ставим колеса ровно, руль ровно, шлейф у нас стоит ровно. Все. Приступаем к установке нового руля. Обратите внимание, руль выглядит очень в достойном состоянии. Приобретен был бэ-ушным. Заправляем фишку аэробега в руль. Ставим руль. Все. Он в шлицах у нас. То есть мы его сняли в ровном положении. И он в шлице у нас стоит также в ровное положение. Поправляем все фишки. Сразу защелкиваем под рулевой шлейф фишку. Наживляем гайку. Впоследствии затягиваем. Головка используется под номером 21. Все. Руль затянут. Берем подушку безопасности, устанавливаем и проверяем. У нас подушка стала ровно. Зазор здесь появился. Здесь зазор закрылся. Устанавливаем обратно реле звукового сигнала под капотом в блоке предохранителей. И проверяем. Снимаем крышку блока предохранителей. Вот у нас релюшка. Вставляем ее на место. И проверяем наличие звукового сигнала. Все. Автомобиль у нас исправный. У нас довольный клиент очередной. В этом автомобиле поломка устранена. Происходят такие поломки зачастую из-за того, что у нас люди нервничают в пробках, на дороге, бьют кулаком по рулю, а пластиковая втулочка не выдерживает, трескается, ломается, распадается. Это может быть не видно, как на данном автомобиле, пока мы не нажали и не заглянули. Бывает? Еще одна рекомендация на заметку. Никогда не следует нажимать на капот так. Наши данные автомобили очень мягкий металл. Всегда держим примерно 20 сантиметров и просто отпускаем. Капот элементарно захлопывается. Автомобиль готов. Подписывайтесь на наш канал, инстаграм. Мы ждем много лайков.